Вторая группа классов ввода-вывода, которые могут быть иногда полезны, это классы в пакетах Java Neo и Java Neo Channel. Эти классы более низкоуровневые, чем знакомые нам классы пакета Java.io, поэтому они не так удобны для повседневных задач, вроде чтения текстовых файлов. Однако в определенных ситуациях их использование позволяет достичь лучшей производительности и большей масштабируемости. Основные сущности этого набора классов это буфер, аналог массива, и channel, канал, аналог input-output-стрима. Ключевое свойство Neo, не блокирующий ввод-вывод. Чтобы понять, что это такое, давайте вспомним знакомые нам классы input-stream и output-stream. Когда мы вызываем на input-stream метод read, любой из перегруженных вариантов, то программа как бы становится на паузу, блокируется, в ожидании, пока из потока не будет прочитан хотя бы один байт. Если мы читаем, допустим, данные, которые нам посылают по сети с другого компьютера, да еще и по не очень надежному каналу, то, возможно, ждать придется долго. Аналогично с методом write. Он не вернет управление, пока все не запишет. Никакого способа прервать это ожидание нет. И это называется блокирующий ввод-вывод. В противоположность ему, не блокирующий ввод-вывод, предоставляемый классами из Neo, это возможность сразу прочитать или записать столько данных, сколько можно, и ничего не ждать. Если в канале нет ни одного доступного для чтения байта, или канал не готов ничего принять, значит метод сразу возвращает управление, ничего не делая и не ожидая. Располагая возможностью не блокирующего ввода-вывода, можно, например, из одного треда работать сразу с многими каналами. Мы просто будем опрашивать их состояние и обрабатывать данные по мере поступления. То есть можно, скажем, написать программу сервер, которая в одном треде будет обслуживать сотни клиентов. При использовании классического Java.io на каждого клиента потребовался бы свой тред. Еще раз повторюсь, что данные классы предоставляют более низкоуровневый интерфейс ввода-вывода, который, с одной стороны, является более гибким и потенциально более производительным, но, с другой стороны, значительно менее удобным для повседневных задач. То есть прибегать к этим классам стоит только в тех редких случаях, когда вы реально упираетесь в неэффективность блокирующего ввода-вывода. Продолжение следует...